Я читаю новости, я не читаю блогеров. Я действительно почти никого не знаю. Я сказала в начале, но я не знала ни одного человека. Потому что я не слежу за определенными людьми, я слежу именно за новостями. А зачем тогда нужен совет блогеров? Совет блогеров, конечно же, он нужен для обсуждения проблем. Например, в моем случае я затрагиваю проблемы образования в своем инстаграме. И, естественно, я общаюсь с такими-то студентами. Я отучилась в ГОД в МГУ, меня оставили новые друзья. То есть люди передают мне какое-то свое мнение. Я к нему добавляю свое. И вот сейчас понимаю, что действительно есть возможность вносить это до государства. Вы за мной не выскочили ни разу за это заседание? Не смешновато, но оно было такое? Нет, я слушала очень внимательно, потому что я за этим и пришла послушать и понять. Я не готовлю какую-то речь, а еще неправильно рассказывать. Мне нечего, как бы не ответить. В конце я только хотела ответить на любому человеку. Вроде кремлин, кремли-ржайшина. Я хотела сказать, что я не согласна с теми блогерами, которые не воспользовались такой возможностью, потому что тут власть идет к нам навстречу. Они, даже не зная, что это, не зная последствий, просто сразу говорят, нет. Я хотела сказать, что я не согласна с этим. Поэтому я и пришла, потому что подумала, что это отличная возможность начать взаимодействовать. Петр Толстер сказал, что депутаты понимают интернет гораздо лучше, чем интернет понимает в Госдуме. Вы с этим согласны, что власти понимают, что происходит в блогах, в интернете? Я думаю, у наших блогов точно не понимают. Понимаете, все зависит от человека. Есть люди, которые разбираются, есть нет. Но с тем, что многие блогеры не понимают, что происходит в Госдуме, я бы сказала, 90% блогеров не понимают, что тут происходит. Поэтому я с ним соглашусь.